Привет! Слава Украине! Владимир Путин продемонстрировал некоторые чудеса того, как можно настроить против себя весь мир. Честно говоря, даже я немножечко был обескуражен и поражен не то что наглостью российских нацистов, а как они интересно начали оправдывать свои военные преступления. То есть на Петерском экономическом форуме эти чудеса транслировали видеохроники Второй мировой войны, ну и естественно расстрелы евреев, поляков и вообще убийства людей. Почему-то Владимир Путин в рамках своей подготовки забыл сказать только одно, что если его послушать, то вообще во Второй мировой войне была виновата исключительно Украина и украинские бойцы, соответственно, украинской повстанческой армии. Я нырять в эту тему в исполнении Путина не буду, то есть это чистая манипуляция, то есть смотрите, значит это с*** кремлевская, да я тут не оговорился, бомбит украинские города, убивает детей и женщин и показывает при этом кадры 1942 года. То есть тут можно долго спорить по этому поводу и пусть этим занимаются историки, но что-то мне подсказывает, что это никоим образом не оправдывает российских маньяков и это опять же понимают все. Значит, как выяснилось, у нас неправильный с вами президент, он у нас позор еврейского народа. Во-первых, Зеленский, его этническое происхождение в нашей многонациональной стране вопрос вторичный и никогда не являлся определяющим. Да, никогда не являлся определяющим, но когда российский маньяк, убийца рассказывает о том, что позор еврейского народа, то есть получается, что Маньячева начал теперь рассказывать, что он будет определять, какие евреи правильные, а какие нет. Вам не кажется, что это немножечко отдает антисемитизмам, таким махровым? Я вам хочу сказать, что то, что он сказал, ему еще так аукнется. Если вспомнить, что совсем недавно Сергей Лавров выдавал такие вещи, что Гитлер был евреем и вообще евреи сами во всем виноваты, то это все попахивает реинкарнацией решения еврейского, в данном случае украинского народа. Я, если честно, даже акцентировал бы внимание не на нации, а на подходах. То есть все это уже в истории было. Я убежден, что будут и заявления. Вообще-то в Израиле сегодня шаббат, и поэтому как-то народ активно не реагирует, но все будет. То есть он поразил всех. Я вот сейчас смотрю проект одного из заявлений, которые готовятся от еврейских организаций. То там, например, есть такие пассажи, что российская пропаганда системно использует еврейскую карту в своих безумных попытках представить Украину как страну с процветающей ксенофобией и антисемитизмом. Ну, я не знаю, когда россияне начинают набрасывать на Украину свои вот эти вот какие-то безумные штампы, ну, самое проще всего сказать, что, блин, чего ты нас хотите, у нас президент Зеленский, что вам еще надо? Ну, соответственно, на болотах там начинают рассказывать, что он неправильный еврей. До этого у нас был премьер-министр много-много лет по фамилии Гройсман. Ну, ладно, я просто к тому, что тут какие-то доводы приводить не надо. Мы сами знаем все о себе, мы страна со своими плюсами, минусами, недостатками, со своими коррупционерами, со своими евреями, украинцами, русскими, этническими и так далее, и так далее. В этом концепте, еще раз, национальность никогда не была определяющей. Даже давайте-ка напомним, кто у нас первый начал использовать вот этот вот мем Жида Бендеровцы. Для чего это было сделано? Ну, чтобы показать, что, что бы там ни было много десятилетий назад, еще раз, я прекрасно владею этой ситуацией, и просто, еще раз, это никогда не был исторический канал, и я не планирую его перевращать именно в такой. Но, когда Манничелла, убивая здесь и сейчас, калеча людей, рассказывает что-то про Степана Андреевича Бандеру, ну, подождите, что ж он тогда в концлагере просидел, раз он был пособником Гитлера, а сидел в немецком концлагере. Брат его был убитым нацистами. Ну, и вообще, УПА воевала до какого? 1956 года. Так, на секундочку. А где же люди знали, что Гитлер капут был на тот момент? Короче, дело не в этом. Тут вопрос в следующем. Значит, тот факт, что народ Украины выбрал президентом, в этом заявлении написано, еврейского парня Владимира Зеленского, сильно мешает вот этой вот грязной игре. Поэтому лидер современного Российского рейха пробует отменить еврейство Зеленского, используя классический прием скрытых латентных антисемитов, ссылаясь на каких-то своих еврейских друзей. Вот это вот тема, что Зеленский неправильный еврей. Еще раз, в первую очередь он украинец. Но, кто ее начал разгонять? Вы не поверите. Мудозвон. Да, Владимир Рудольфович Соловьев. Так, на секундочку. Так вот, насчет этого есть еще важный момент. Значит, стало абсолютно понятно, что длительное время Путин пытался скрывать то, что он является махровым антисемитом. Но, давно не скрывает тот факт, что он фашист и украинофоб. Так вот, многих это действительно поразило. А потом стало кое-что понятно. Значит, смотрите. Почему так произошло? Чего же он так начал, абсолютно не скрывая своей вот этой вот нацистской сущности, нести такие вещи. Так вот, что-то мне подсказывает, что внешнеполитический гений Владимира Путина и, соответственно, Сергея Лаврова и всей этой шоблы, он призвел до того, что даже Израиль, который очень осторожную занимал позицию в этой войне, кажется, сделал интересные шаги. Ну, сейчас они раскачивают Израиль, чтобы списанные Меркавы через третий-пятый руки поставили на Украину. Кто эту историю слышал уже? Да, слышал. Она меня удивила. То есть, Израиль очень маленькая страна. И вот я исхожу из географии. То есть, оно им надо? Так, вот они, натуральные российские нацисты. Вот этот вот кадр с подбитыми нашими бронемашинами я уже вижу миллионный раз. Это критерий победы Владимира Путина. Не знаю, почему он так говорит, что вот всех они там, все уже танки пережгли. Даже Гиркин и его друзья смеются с Владимира Маньяка Путина, мол, что-то он слишком активно, как Коношенков, приписывает потери украинской армии. Но, не суть. Значит, вот эти нацисты обыкновенные. Они собрались поставить что-то важное, кроме ядерной бомбы, Ирану. Интересно, что же это может быть? Реэкспорт шахедов? Они не понимают, что вот завтра у Ирана будет вообще все. И не только ядерная бомба. А вообще все. Наверное, так сильно загнули старшие товарищи, что им деваться некуда. Мне так кажется. Вообще, знаете, не удивляет даже то, что они танки поставляют. Мне удивляет, что евреи поставляют танки нацистам. Вот для меня это вообще никак не понятно. Хоть ты убей. Или там у всех мозги перевернулись-то. Только что мы видели современных российских нацистов. Ну, Гурулев на нем вообще нигде ставить пробу. У меня, если честно, такое впечатление, что на него охоту скоро объявят не только гур. Министерство обороны Украины. Факультативно этим будет заниматься МОСАД. МИ-6, МИ-7, МИ-5. Ну и ФБР. И этого нациста накажут. Дело в том, что он теперь собирается разрабатывать биологическое оружие, чтобы убивать англосаксов. И вот теперь внимание, где связь между англосаксами и еврейским народом. И Израилем в целом. Чтобы поставлять меркавы 1 и 2, то есть это танки 80-х, 90-х годов. Заметьте, никто официально об этом не говорил, что они будут поставлены в Украину. Но эти ребята в этом антисемитском угаре уже впереди паровоза. Этого может и не быть подтвержденной информации по этому поводу нет. Но связь между биологическим оружием против англосаксов и меркавами она прямая. Потому что, чтобы проводить реэкспорт вот этих израильских танков, нужно согласие Соединенных Штатов. Кто-то скажет, ага, вот они все заодно, все против рашки объединились. Так вот, связано это с тем, что меркава комплектуется американским двигателем, скорее всего, двигателем таким же или очень похожим на то, что внутри американского танка «Абрамс». Я вспоминаю слова моего друга Паши Фельдблюма, который занимал видные должности в московско-еврейской общине. Так вот, когда-то он написал на канувшем в лету сайте «Эхо Москвы» статью «Евреи, берегите геев». Я когда-то об этом рассказывал. Павлик сейчас занимается организацией концертов Кобзона в Украине. Очень успешно занимается этим. Наш дрон «Зиаблик» россиян уничтожает в основном ночью. Хотел сказать днем и ночью, но нет. Ночная птица специализируется на этом. Так вот, как у них все быстро замкнулось? Почему был написан этот текст «Евреи, берегите геев»? Потому что уже тогда, значит, это было лет пять назад, может, немножечко больше, стало понятно, что Россия превращается в фашистское государство, где сначала будут культивироваться все вот эти вот темы ЛГБТ, что нужно людей нетрадиционной сексуальной ориентации как-то лечить. Они создают специальный институт для этого. То есть, все это попахивает такой, знаете, да, варварством и российскими традиционными ценностями. То есть, это будет, очевидно, у них признано психологическим отклонением. Ну, в общем, называется «назад» на 50 или больше лет, как деды. Ну, как деды, им вопрос там стоял, в принципе, физического выживания, чтобы, в принципе, еда была. Так вот, в чем закономерность? Значит, все, приняли все эти законы по поводу ЛГБТ, и теперь, соответственно, занялись еврейским вопросом. Вот, собственно, и все. Еще раз, значит, Израиль, да, это страна, которая входит в Рамштайн, но Израиль всегда занимал очень такую, знаете, очень-очень выдержанную позицию по этой войне, то есть, в части поставок оружия и боеприпасов. Я буду удивлен, если эти меркавы приедут в Украину. А когда мы слышим о том, что они все пощелкают, как орешки, ну, боюсь, что у дедушки с искривленным мозгом зубы выскочат раньше, и с большой вероятностью ствол этой меркавы будет торчать у него из головы только с другой стороны. И это ничего общего не имеет с какими-то либо сексуальными отношениями или ориентацией, как вы понимаете. Вот такой вот это интересный расклад. То есть, да, они действительно настроили против себя весь мир. Подписывайтесь на канал. Субтитры создавал DimaTorzok Все будет Украина в рамках международно признанных границ, плюс демилитаризованная или санитарная зона на территории Российской Фашистской Федерации. Субтитры создавал DimaTorzok